Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Да, «Особое» в эфире. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Валерий Турула, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер» Кировской области, депутат УЗС прошлых созывов. И тут еще можно продолжать представлять. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Напоминаем слушателям о том, что на сайте «Кирова.ру» есть видео и аудиотрансляция нашего эфира. Есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос гостю особого. Кстати, вопросы есть? Парочка. Я чуть позже их вам озвучу. Но пока что называется «Куй железо пока горячо». Вот несколько минут назад закончилась программа «Дневной разворот». И мы... Проблемы предпринимательства... Я почувствовал, здесь горячая обстановка была. Да, да. Проблемы предпринимательства нашего обсуждали вместе с Андреем Усенко и Андреем Вавиловым. Судя по их словам, ну, пациент скорее жив, чем мертв. Хорошо, что не мешают. И все-таки вы тоже, ваше экспертное мнение по поводу предпринимательства, его жизнеспособности в настоящий момент в нашем регионе. Я несколько только аспектов посвящу для того, чтобы диагностировать состояние здоровья пациента. Ну, первый пример. В ноябре месяце состоялся съезд, второй съезд предпринимателей Кировской области, который принял достаточно серьезные решения и так далее. Мы их отсылали во все инстанции. В федеральный в том числе? В том числе в федеральный уровень власти, в Министерство экономического развития, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе в наше правительство. И самое удивительное то, что наше правительство Кировской области, оно просто не обратило на это внимания, на те документы, на те вещи, которые, в общем-то, обсуждали предприниматели, делегаты из 29 районов. А каким образом оно должно было обратить внимание? Как это реагирует? Прислано документы для того, чтобы они могли высказаться. Принимаются эти документы, не принимаются. Где точки соприкосновения есть? Более того... То есть вы отправили и как-то это бесследно? Все бесследно. Без всякого... Реакции. Реакции, да. Мы тогда попытались проинициировать советом, координационным советом съезда предпринимателей, который избран съездом был, как руководящий орган до следующего съезда, который должен выполнять принятые решения. Мы попытались организовать встречу сначала с губернатором. Ноль эмоций для согласования позиций. Потом попытались с Куземской. Одна из заместителей председателя правительства. Да, которая ведет и отвечает за данное направление. Сначала с Кочетковым пытались встретить, потом с Куземской. До сегодняшнего дня... А какой уже месяц идет у нас? С ноября? Ну, полгода прошло уже. Больше, да. Больше полгода прошло. Поэтому говорить о том, интересен ли предмет для нашего правительства с точки зрения пациента, да, то, наверное, мы можем отсюда сделать определенный вывод. Скорее всего, нет. Глухая стена. Вы почувствовали глухую стену. Скорее всего, нет. Второй пример приведу. Значит, мы провели определенную учебу для малого бизнеса, для того, чтобы в новых условиях адаптировать предпринимателей. На инициативной основе прошла учеба. На наш взгляд, она была хорошей в январе месяце. Дальше по цепочке попытались районные предприниматели в районах организовать аналогичную учебу, либо хотя бы встречи информационные у себя в районах. Арбаш состоялась встреча, а дальше все было заблокировано. Это как? Ну, очень просто. Кордоны, что ли, расставили? С Лободской попытки предпринимателей на местном уровне организовать такие встречи, где довести информацию перспективного характера, адаптировать предпринимателей к тем тенденциям, которые имеют на сегодняшний день, поставить вопросы о кооперации, о возможности взаимодействия и так далее и тому подобное. То есть дать некие вектора программного характера на соединение усилий и снижение стоимости продукции, производимой предпринимательской средой, мы начали блокироваться. Подожди, что значит блокировано? Местные администрации просто стали закрывать двери, предприниматели отодвигают и говорят, нам это не надо. Подождите, вы на какой-то площадке хотели собраться? Конечно, в каждом районе. Вот как в Арбаже приехали, на площадке администрации собраны предприниматели, которые, вы сказали, больше живы, чем умерли. Мы с ними провели переговоры и представили им возможность. Это другой вопрос, примут они эту информацию или не появятся. Но представить возможность довести нужную информацию, в Арбаже это удалось. А дальше начали блокировать районы, они не соглашаются. Не пустили, что ли, просто? Конечно. Не согласились проводить у себя? Мы-то схему-то изменили. Мы сказали, тогда приглашайте, потому что информация нужная. На примере того же Арбажа. Это надо делать, приглашайте. Не я туда еду и говорю, здрасте, я ваша тетя, вот я хочу что-то сказать. А это свидетельство о том, что никому это что? Не надо, они не приглашают. Она тема-то ясна, она уже распространена. Да, ну сейчас распространили анкету определенную, для того, чтобы сделать и вскрыть ту проблематику, которая на сегодняшний день волнует предпринимателей. Для кого? Для предпринимателей по всей области. Бизнес-перепись вы имеете в виду? Нет, анкета предпринимателям была распространена, что, как, как они видят, куда видят, к чему можно стремиться и так далее, чтобы не останавливать этот процесс. Областным правительством было организовано? Здрасте, самими предпринимателями. А, самими предпринимателями. Конечно, но благо мы обратились к Чаузову, и Чаузова поддержала эту идею и помогла в этом отношении распространить. Но инициировал-то не правительство, ничего. Мы продавливаем эти вопросы, которые должны постоянно муссироваться. А со стороны правительства мы получаем соответствующие отписки. А у нас уже все вопросы решены. Формы поддержки предпринимательства такие-таки известные. Но при этом умалчивается, что ряд форм поддержки, которые были раньше, они ликвидированы. В частности, инновационные деятельности и так далее. Грантовые поддержки, они все ликвидированы. Поэтому строить иллюзии, что скорее же... Вы третий еще пункт не назвали? Нет, я два премьера просто назвал. Я два премьера назвал, но я могу и другие премьеры называть, связанные с тем же вопросом. Если вот сегодня утром заместитель Мантурова уступал о том, что сферу торговли там усовершенствовать, выноситься будут изменения в закон о торговле и так далее. Мы будем стимулировать развитие малого предпринимательства и нестационарной торговли. И у меня сразу настроение испортилось. Каким образом бомбили этот... Ну, эту эпопею мы все помним. Да, нет, так слушайте дальше. И вы там были чуть ли не самым главным, основным защитником. Так, уголовное дело, доследственная проверка показала, что состав преступления, признаки уголовного дела есть, но до сегодняшнего дня дело уголовное не возбуждено. А около 70 объектов были разгромлены и уворованы. Без решения суда у профсоюзной организации малого предпринимательства. И я так рассчитывал, что новое правительство придет, как сказал нам губернатор, мы наведем элементарный порядок, да? А где этот порядок? Ни прокуратура, ни полиция, ни губернатор, ни его заместители не реагируют на то, что был осуществлен беспредел по отношению к предпринимателям. Поэтому, ну, я не знаю, скорее складывается впечатление, что на территории, вот оно как там идет себе, вот что-то они там шевелятся, а местные администрации не промотивированы, и вот все мучаются, варятся в собственном соку. И кому это надо? Да никому это не надо. Вот какая ситуация. И что, эти все связи, эти схемы, это все и не изменить? Почему? Бесконечное долбление головой в стену, что ли? Нет, ну, в данном отношении, вот, завтра состоится у нас Президиум Ассоциации защиты прав малого бизнеса. Мы будем эти вопросы обсуждать. С Куземской мы все же будем пытаться встретиться для того, чтобы согласовать некие вектора. Но самое главное другое. Мы взяли за основу своего поведения тренды, которые существуют на федеральном уровне, учитывая, что у нас никаких трендов нет. Взяли их, адаптировали к нашим трендам. Нет, что, поведение-то я имею в виду? Поведение... Как будете себя позиционировать? Есть на федеральном уровне, существуют определенные направления, которые названы приоритетами в развитии предпринимательства. Мы их взяли, трансформировали на нашу территорию без согласования с областью, и пытаемся формировать соответствующие действия бизнеса, ну, скажем, кооперации производства органических продуктов. Снизу движение-то происходит. Ну, а что делать-то? Что делать-то? Вот и делаем там пилотные проекты, сейчас запускаем фермерские разделения. Помните, мы тогда поднимали вопрос органического сельского хозяйства, да, и когда производитель, производство и реализация товаров местных производителей. Помните, да, была тема? Тогда нас долбали, долбали. А сейчас Министерство сельского хозяйства и правительство федеральное на уровне Дворковича требуют отчетности. А что вы сделали для органического сельского хозяйства? Они к этому пришли сейчас вот как раз. Да, да, да. То есть идет какой-то, ну, непонятный процесс. И начинают спрашивать справки о том, что сделано, а в результате делалось все для того, чтобы ничего не делалось. И мы героически на баррикады выдвигаемся для того, чтобы что-то делать. Ну, какой-то кошмар, перевернутая схема. Ну, зазеркалие какое-то, это что-то ужасное. А может быть, это и неплохо с другой стороны? Ну, невозможно достучаться, ну, не слышат. Ну, хорошо, не мешается, мы тут все сами. Ну, я вот недавно приехал, был и рад, я не хотел ехать, но рад, что я поучаствовал. Была вторая международная конференция кластеров. Были представители зарубежных кластеров, наши кластеры. И там звучала одна очень серьезная тема. Ну, кому это интересно подробнее, они могут в интернете посмотреть. Она называется тема тройной спирали. Смысл ее заключается в следующем. А. Двигателем развития территории государства может являться только малый бизнес. Это первый посыл. Второй посыл. Драйвером развития этого малого бизнеса является наука, университет. И третий посыл, что это должно синхронизироваться с органами власти. Вот это тройная спираль. Она должна быть синхронизирована и должен быть посыл движения в развитии экономики. Это все-таки равноценные, да, участники процесса? Они не равноценные, по весу, наверное, неправильно, а они взаимодополняющие. Если хотя бы один элемент не работает, эффективности не будет, синергии не будет. Гармоничная такая модель. Да, вот три спирали, они должны гармонично вот эти щелчки делать, вот эти вот синергетические потенциалы выталкивать, да. Причем это требует минимальных затрат, и опыт показывает там Испания, скажем, страна басков, Каталония, Франция, Финляндия, наши территории. И когда я им начал рассказывать, а как мы свой малый бизнес в сфере биотехнологии пытаемся объединить и каким образом сделать, они вот так глаза открыли и говорят, что это у нас что ли в России делается? Мы думали, только за границей делается. Следовательно, к чему я подвожу? Есть вот эти направления, которые определены на федеральном уровне. Мы их взяли за основу и пытаемся втолкнуть в эти направления малый бизнес. Не того, чтобы он опять мучился, а все равно наша власть, она придет и скажет, а нам этим надо заниматься. Вот как с органическим сельским хозяйством, сегодня справки уже собирают, чтобы отчитаться перед федеральным уровнем. То есть вы все-таки ждете и надеетесь, что власть повернется, то есть с той самой стороной, которая мы должны... Мы поменяли тактику и мы считаем, что если мы будем делать дело, то правительство никуда не деться, оно все равно придет к нам. Это правительство или следующее? Ну, это отдельная тема. Я думаю, это правительство пока не имеет шансов прийти к нам. Хорошо. Это особое мнение Валерия Турула. У нас небольшая пауза на несколько секунд. Мы скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Особое мнение Валерия Турула в эфире. Давайте в этой теме экономической, социальной вернее уже экономической останемся. Официальная статистика говорит о том, что серьезных провалов у нас в регионе вроде как нет. Серьезных достижений тоже нет. Вот это вот, не знаю, как это назвать, ни шатка, ни валка, стагнация, нестагнация уже продолжается многие-многие годы, да? Несмотря на кучу каких-то внешних изменений, каких-то процессов. Вот, ну черт возьми, такое своеобразное экономическое чудо-то может быть в регионе. Володя, ну что я тебе скажу в этом отношении? Я думаю, что статистика официальная, это штука такая, которую куда хочу, туда и поверну. И не факт, что там сказана правда. Это первый посыл. Второй посыл. Он заключается в следующем. Помните, когда я был еще депутатом, этим председателем комитета, я говорил... По экономике и так далее, и так далее. Белых тогда говорил, я говорю, Никита Юрьевич, ну у нас проще переживать кризисы. То есть все с какой-то высоты падают, и дно там у них еще далеко, и они падают. А нам-то падать некуда, практически мы уже на дне находимся все время. И мы ждем, когда же мы пойдем вперед. И я анализировал тогда бюджет Кировской области и говорил, что с 2004 года у нас не повысился бюджет в реальных показателях. Не в номинальных, а в реальных, с учетом инфляции. А наоборот, сжался. Он сжался бюджет. Я говорю, о чем мы вообще-то говорим? У нас-то вымирающая, ликвидируемая область с точки зрения экономического развития. Это второй посыл. И третий посыл, он заключается в следующем. Мимо ушей это прошло, я не знаю почему, но прошлый год подведение итогов показал, что на 17% номинальные доходы, не реальные доходы, а номинальные доходы населения Кировской области упали. Что это означает? Где вы такую информацию брали? Я ее брал официально, она была доступна. Органами статистики? Конечно. Это доложено было, что на 17% Кировской области номинальные доходы упали. Что это означает? Если мы наложим туда показатели инфляции, это еще выше показатели. Реальные доходы значительно ниже упали, а это означает, что структура потребления у людей резко что изменилась. То есть, приоритеты в потреблении тех или других товаров изменились. И еще один показатель. Около 60% на сегодняшний день сфера услуг составляет прожиточный минимум человека в Кировской области. Около 60%. А по нормативам экономическим не должны превышать 25%. Следовательно, люди на сегодняшний день, по сути, поставлены в серьезную вилку. Когда они вынуждены отказаться от пищи, чтобы заплатить ЖКХ и все там сферы услуг. Иначе их в прокуратуру начинают таскать и везде и так далее и тому подобное. Вот она ситуация. И когда нам говорят, она не ухудшилась по органам статистики, извините, я мягко скажу, врут. Ухудшилась. И существенно. А если посмотреть сферу малого и среднего бизнеса реальный сектор экономики, то на сегодняшний день более половины этого сектора вынуждено простаивать. Если работает, то максимум на 30%. Отсутствие денег... Простаивается надежда и возобновится при каких-то условиях положительных. Конечно, ну конечно. Они рассчитывают, что деньги появятся, а денег-то нету. Потому что Центробанк, он тоже очень хитрую штуку сделал. Он увеличил резервы, денежные резервы. И деньги через несколько оборотов осели в банках неподвижно. Остались только виртуальные квази-деньги. Все, денег-то нету. А люди-то покупать в магазин-то ходят за реальные деньги, которые они должны получить. А на 17% упали. А каждый рубль должен 5-6 раз обернуться в течение года по товарообороту. Вы можете представить, на какие суммы мы упали вообще в реальном реализации продукции. В сферу услуг деньги уходят. Но там начинают еще и кислород перекрывать. Ну все, что ли? В тупик зашли? Все? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Дно, я не думаю, что это уже дно. Вы же пробили уже дно? Я думаю, что мы думали, что это дно. Но там оказался канализационный люк, и его кто-то взял и открыл. Мы коснулись дна, но кто-то открыл этот канализационный люк. Мы дальше падаем. Какая там глубина? Я не знаю, что там за коммуникации такие. Понимаете, да? И вот если посмотреть на наше правительство в сегодняшний день, у них все хорошо, у них все замечательно. И как вы сказали по статистике, да, и федерального уровня правительства. Когда хитрая махинация была проведена с прожиточным минимумом. Когда снизили прожиточный минимум, отсюда сказали, жизненный уровень населения поднялся. Нормально, да? Но при этом с субсидий и с льгот кинули людей, которые стали превышать теперь прожиточный минимум. Понимаете, вот эти вот вещи. И теперь медведи вчера или позавчера там выступают. А надо повышать прожиточный минимум. Надо повышать мрот, да, минимальный размер оплаты труда. И приводить их к соответствию. То есть сначала кинули этот показатель. Теперь вот надо поднимать, и вот защитники народа. Ядрить твою налево. Да что же это такое творится-то? Вы почему с людьми-то заигрываете и ставите их ни во что? Вы что думаете, что они не понимают этого, что ли? Да они на своей шкуре это чувствуют. А как люди должны вообще реагировать? И вот вы так реагируете. Ну, это касается, наверное, следующего вашего вопроса. А где мы там в политике? И что мы там должны делать? Или не должны делать? Да, про политику тоже хотел бы поговорить. Да, но вот смотрите. На мой взгляд, сегодня люди, они находятся в поиске, а что делать? И скажем, если движение за отмену закона о капитальном ремонте в Кирово-Чепецке, оно действует, там больше ста человек, создана своя первичная ячейка российского объединенного трудового фронта на этом деле. Каждый месяц проводятся собрания, люди стоят, и они говорят, а мы, учитывая подобную ситуацию, мы платить за капитальный ремонт не будем. И это количество людей растет, потому что не из-за того, что они не хотят, а из-за того, что они могут. Но у них объяснение простое. Это добровольный фонд. Поэтому сегодня я не могу платить добровольно, я не буду платить. Но дальше на них начинают наступать, а люди совместно разработали уже тактику и стратегию в судах, в прокуратуре и так далее. И суды-то они выигрывают. То есть к ним приходят судебные приставы с судебным приказом, а они не соглашаются с этим, и суда отменяют эти приказы. Вы как-то специально эту... Конечно, эта работа идет уже два года. Вы мониторите, да, эту ситуацию, занимаетесь этим? Конечно, мы этим занимаемся, у нас группа юристов этим занимается. А почему в Чепецке, почему не в областном центре? А вот ситуация, вы, наверное, помните, что Кирово-Чепецк в свое время отказался за капремонт платить практически полностью. Помните этот скандал? Там были серьезные возмущения. Да, 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 выдвижения, митинги, захват чуть ли этого городской администрации был. И я тогда... В 15-м году это было. Да, я был депутатом, и я сказал, ребята, мы вас не бросим, давайте я вас поддержу, и будем выходить на цивилизованное русло. Как правильно это все делать, для того, чтобы государство не обеспечило обдираловку вокруг вас. Поэтому вот до сегодняшнего дня это все движется. У нас тоже есть такая организация, она значительно меньше, но тоже есть неплательщики, которые объединились вот в эту группу. Они разработали несколько вариантов, как правильно повысить ответственность за капитальный ремонт государства. И говорят, мы будем платить в капремонт при условии гарантии, государственной гарантии, что он будет осуществлен. И по факту осуществления этого капремонта. Ну, по принципам ипотеки и так далее. Целые схемы были предложены, они отправлены Хованской там в Государственную Думу и так далее. Другое дело, что опять молчат. Схемы-то предложены. Активизировать, наоборот, капитальный ремонт и сделать его качественным, прозрачным и так далее. Нет, не идут на сегодняшний день на эту схему власти. Ни местные, ни областные, ни федеральные. Для меня сразу становится, как экономисты, понятно. То есть, на мой вопрос, как реагировать на это людям. Людям нужно объединяться и отстаивать твердо свою позицию, не поддаваться ни миллиметра. На сегодняшний день это провокация, иначе сдохнешь. Как говорят, у нас есть чего терять, но если мы не будем сопротивляться, потеряем последние трусы. Есть такая поговорка. Да. Реклама у нас сейчас. Валили Турула, гость программы «Особое мнение», руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер» Кировской области, депутат ОЗС прошлых созывов. Продолжим через минуту. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. «Особое мнение» на 101FM. Продолжаем наш разговор с Валерием Турулой. Я все-таки должен сдержать обещание и озвучить вопрос, составленный на сайте хакирова.ру. Задает вопрос ваш тезка, кстати. Тоже Валерий подписался. На ваш взгляд, Валерий Николаевич, три показателя назовите, по которым можно проверять, вернее оценивать эффективность деятельности региональных властей и органов местного самоуправления. Ну, я попытаюсь, как я вижу, в общем-то, эти вещи. Вот недавно у меня один из предпринимателей, которого я консультирую, приехал из Прибалтики. И он, как вот те купцы, которые... Работает в Прибалтике, что ли? Нет, он работает здесь. И он говорит, вот как те купцы, которые поехали, какое дивное ты видел там, эта сказка о царе Салтане, да? И он говорит, слушай, в Шауляй приезжаю, а я хочу там реализовать нашу продукцию. Меня мэр лично встречает. И председатель торговой палаты. И говорит, а что вам надо? Вот только завод у нас постройте. Он говорит, да мне надо земли. Сколько? Ну, не знаю. Гектаров 20. Они говорят, вот 100 гектар, полтора миллиона рублей платите. Всю инфраструктуру мы берем на себя подвезти. Только стройтесь. Полтора миллиона? Рублей. 100 гектаров. Евросоюз. Евросоюз. Да, Прибалтика. Дальше он говорит, они говорят, мы вам и кредитом поможем. Он говорит, а какие деньги? 200 миллионов даем под 4% годовых. И вот он приехал, он в шоке. И говорит, что ж мы такое видим-то? Но самое интересное, он сказал следующее. А почему же, говорит, ко мне такое было большое внимание со стороны властей? А окажется, ларчик просто открывается. Они находятся на хозрасчете. Экономика работает, зарплаты повышаются, жизненный уровень повышается. Значит, жизненный уровень чиновника повышается. Значит, первый показатель, это чиновник должен... Заинтересованность личная, глубокая заинтересованность в человеке труда. У него повысился и у тебя повысился. Но не наоборот. Разрыв не должен существовать. Если ты хочешь, чтобы ты больше зарабатывал, значит, побеспокойся о том, чтобы хорошо экономика работала на твоей территории. И получай эти денежки. На хозрасчет. Вот власть, ну, понятно, что буквально мы этого сделать не можем, но какую-то тарифную ставку установить, а остальные премиальные деньги, они должны идти от реальных показателей развития территории. А у нас, получается, хуже стали жить, как в свое время там Коев выходит и говорит, надо исключить из реестра населенных пунктов еще 15 очередных населенных пунктов. Все исключили. Хорошо, поработали. Но 15 населенных пунктов стало меньше, да? Хорошо. Критерий номер раз. Номер один. Второй критерий. Это критерий заряженности на инновационное развитие экономики. А, то есть, все-таки четкий взгляд в будущее. Да, совершенно правильно. То есть, мы должны быть диалектиками, мы должны отлично понимать, что все находится в развитии. Сегодняшние товары, они завтра умрут, и им необходимо иметь... Если экономика заряжена на эти вещи, значит, правильным путем идем. Что нам сегодня говорят? А нам сегодня говорят, нахрен там экономик. Вон, есть крупный там промышленный кластер, все будем работать под него. И все будем туда подводить и так далее. Но мы это уже проходили. Это глупость неимоверная, потому что, если глубину любого крупного предприятия посмотреть, оно никогда не будет инновационным. Оно будет монополизировать рынок и дальше, наоборот, класть под сукно все, что способствует развитию и так далее. И третий показатель – это демографический показатель. Демографический показатель – это соотношение смертности и рождаемости. Его бы можно было и первым поставить. Потому что люди должны, в общем-то, чувствовать себя комфортно на своей территории. Почему люди болеют? Почему они рано умирают? Потому что, ну вот как вы сказали, это что у нас здесь творится, да? Или там мы в перерыве говорили. Вот чувствуется какая-то атмосфера депрессии, напряженности такой психологической, общей напряженности, безнадеги такой, что даже глянуть некуда. А все же демографический показатель, если мы правильно себя ведем, и вот это вот у нас выдерживается, а там уже и медицинские, там все будет дальше остальное. Там и социальные вопросы, и деторождаемость, и детские сады, и школы, и все. Вот он, показатель. Вот три показателя я бы взял. Ну, кстати, по демографии тут можно пошире поговорить. Конечно. Буквально накануне тут появились эти сведения. Кировстат обликовал, лицеда Росстата. В следующем году население области у нас планируется на уровне 1,3 млн человек. К 2036 году ожидается снижение до 1,140 млн. Это ужасная цифра, что до такой планки упасть. Ну и к тому же, параллельно с этим, у нас продолжительность жизни должна увеличиваться. Вот Володь. Продолжительность жизни ведь, насколько я понимаю, ну там простейшее понятие, да? Это ведь зависит от многого. Конечно. От качества жизни, от экологии, от того, что мы едим. Конечно. Как себя чувствуем вообще? Конечно. Вот как это воспринимать? Вот знаете, вот эти опять вещи, они мне вспоминаются, типа, Борис Николаевич Ельцин объявляет о том, что в течение ближайших полгода цены повышаться не будут. В худшем случае я лягу на рельсы, да? Ну, цены поднялись в тысячу раз. Рельсу не нашли, на которую должен лечь Борис Николаевич. Наверное, она золотая или бриллиантовая должна была быть, по качеству не та. Вот. Поэтому мне напоминает аналогичную ситуацию и здесь. Вот мы сегодня до 35-го года там повысим жизненный уровень до 76-ти лет. Я еще удивляюсь, почему не до 92-х или 95-ти. Тогда мы первые в мире будем. У нас сейчас Япония, у нас Япония же лизирует 85 лет. А дальше-то к этому году либо шаг убрет, либо и шаг сдохнет. Ну, что тут вопрос? Что надо, то и нарисуем, господи боже мой. Вот она тема-то, которая... И я не голословно эти вещи говорю. Возьмите, пожалуйста, последним моим шагом председателя комитета было заслушивание Министерства экономического развития по ходу выполнения стратегии до 2020 года. И мы слушали. И когда министр экономического развития докладывал, там провал, там провал, там провал. А там серьезные циферки. А какой жизненный уровень должен быть у нас по заработной плате, по реальному доходу? Там конкретные цифры были. По продолжительной жизни и так далее. По всем показателям выполнение было на 20, на 10 процентов, на 30. Ни один показатель мы не выполнили. Поэтому это из истории именно этого. Мы будем, по сути, ликвидировать свое население, но жизненный уровень будет повышаться. Да хрен его бог знает, будет он повышаться или не будет. Но я так думаю, что, наверное, будет, и я бы написал 92 процента. А вы, наверное, думаете, наверное, не будет. И написали 72 года. Ну, кстати, вы знаете, да, безусловно, что рождаемость в нашем регионе упала. И серьезно упала. 19 процентов официальные показатели. Володь, вообще ужасная статистика. Об этом тоже наши люди, наверное, не знают. Я приехал, ну, возьмем даже Арбашский район. Статистика такова за прошлый год. 4,6 превышение раза превышение смертности над рождаемостью района. Почти в 5 раз? Да. Вот она тема. О чем мы там говорим? В 4,6 раза. Ужасная цифра. Конечно. Это только я по одному району сказал. А если мы скажем те же самые выборные кампании и так далее, и там подобное, да, то посмотрите, в Котельнический район приезжаю и говорю, ребята, а сколько у вас избирателей зарегистрировано в районе? 20 тысяч. А сколько реально живущих? 12,5... Ой, 16,5 тысяч. Я говорю, откуда у вас 3,5 тысячи-то взялось? Как объясняют? А никак. Вот, говорят, нам дали команду. Оно у нас и сделано в списке. Вот так оно и сделано. Поэтому нарисовать количество, это тоже такой относительный показатель, да? Представить официально, кто там проверит, что ты будешь ходить проверять, что ли? Данные такие. Да, у нас остается буквально несколько минут до конца передачи. Я бы хотел сосредоточиться на городских делах, да? У нас сегодня такое особое ваше мнение получается. Мы с критикой выступаем. Но вот городскую власть, с конструктивной критикой поясню. На городскую власть можете за что-то похвалить за последний год? Не знаю, что сделано было. Ну, во-первых, я очень неплохо знаю Александра Викторовича Перескокова. Да. Причем достаточно неплохо. И знаю стиль его работы и так далее. И, на мой взгляд, вот эта система его жесткого администрирования, она, в принципе, неплохая система. Но если она по содержанию гуманная и гуманистическая... Простите, как это недавно, да, совещание-то было оперативное. Счетчик он там поставил, да? Счетчик. 33 дня до дня города, дня России. Вы должны все сделать. Да, да, да. То есть, если это гуманная и разумная такая рациональная вещь, то, наверное, я бы двое-две руки поднял и сказал, Александр Викторович, давай я еще мобилизую наш актив, и мы тебя поддержим. Надо там митинг проведем. Трехнем, в общем. Да, трехнем, блин, да наведем порядок и так далее. Но как-то оно вот однобоко выглядит. Наведем порядок, но на определенных улицах там, да? А дальше люди начинают думать, а почему на этих улицах, а не на этих улицах? Ну, наверное, потому что там основная масса вот этих наших живет, ну, боссов или как их там назвать? Власть придержащих. Да, власть придержащих или кто-то своих и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти вот вещи, я понимаю, что объять необъятное невозможно, да, но как-то они должны носить вот этот вот социальный характер признательности, общественной очередности, там, где люди сами сказали, давайте это сделаем и так далее. Ведь как бы мы там... Никита Юрьевич, он подлец, и я в этом не сомневаюсь, но умный подлец, он очень умело манипулировал вот этими вещами, когда там инициативы снизу шли там людей, он понимал, что бюджет на всех не хватит. Поддержки местных инициатив примет. Да, 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 бюджета на всех не хватит, а где есть инициатива, она говорит, вот там есть инициатива, мы туда дадим. Так ведь заработало, да, конечно, заработало, а дальше народный бюджет он делал, там, копейка на копейку, там, добавлял. Три миллиона, по-моему, там, людям давали подумать, как распорядиться. Да, и люди вкладывались, и он увеличивал бюджет, и таким образом он маленькую такую вещь превращал в достаточно большую, объемную, и порождал некие инициативы. Ну, я его критиковал за это, говорю, а почему людям-то всем положено, у нас среднестатистическая наполняемость бюджета идет на каждого жителя, а почему-то у одного завраста, брал, отдал другому. Тема-то должна быть равная, справедливая и так далее. Ну, вот он находил такие механизмы. Вот, к сожалению, Александр Викторович, подобными вещами не пользуется и не хочет пользоваться. Мы для него не существуем. И поэтому оценивать что-то положительное, ну, наверное, те ребята, которые рядом с ним, они оценят. А вот я ничего положительного, в принципе, увидеть не смог. И больше того, ну, элементарные вещи, если вот ездили по строителей... По проспекту строителей, которого сейчас нет. Ну, есть. Я имею в виду проезжие части. Да, 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 да. Но как в прошлом году было, как в этом году, и ничего там не делалось. На Солнечное сделали, там, в микрорайоне Мирный, да, по Солнечной заплатке, а здесь ничего не делалось. Ну, скоро начнется нам обещать. Ну, наверное, нет, ну, подождите, в прошлый год, этот год, а вы же сказали... Ну, городская власть вчера, вернее, она в прошлом году как-то вот извинялась, извините. Да ну, что мне извинения, ребята, подвеска, у тебя машина есть, у меня машина есть, кто ее будет? Запчасти-то какие-то, дорогие. Нам никто денег не даст, конечно, на их ремонт. Ку-ку. Ну, что это такое? А проедь, пожалуйста, по Северному кольцу. Там его колеса не хватает. У меня, извини, пятнашка колесо, да, не 13-е, не 14-е. И то я, бум, полностью сажусь на всю подвеску, и бабах, и не выезжаешь оттуда. Ямища вот такие вот, по полметра, а у нас допуск не более 5 сантиметров, насколько я понимаю. Ну, и что, о чем мы говорим? Я тебе этих примеров могу привести. Возьми наше наводнение. Паводок. Паводок, да, паводок. Возьми. Красная звезда. Что в прошлом году мы не сигнализировали, мы не говорили, что, ну, отчитались и всем доложили, ребята, все меры приняты и устранены, и так далее. Больше подобного не допустим. Что творится там? Что творится там? Вот поедьте туда. Сюжеты уже были, да, я из сюжета знаю информацию. Да не только ко мне люди приходили. Там же создано общественное движение. Когда появились вот эти вот, сначала на заплатки положили ковры, да, а это же решение-то было прошлого года. И они писали слезно администрации, что в начале 17-го года мы все это заделаем, дороги будут нормальные и так далее. А Быков тогда доложил о том, что по наводнению, по паводкам у нас все проблемы решены. Что в Бересняках, что здесь. А что в Бересняках сейчас? Это что, распиловка, бабла, да и все, и не больше ничего. Так, ребята, да, это критически выглядит, но извините, вы там на должностях находитесь, вы, наверное, меры какие-то принимаете. Если сегодня случилось здесь новоднение, проанализируйте, с чем это связано, примите меры и вложитесь в то, чтобы больше там этого не было. Что, в общем-то, логично. Конечно, конечно. Балий Николаевич, 20 секунд. У нас на следующей неделе планируется интервью с временно исполняющими обязанности губернатора. Вопрос от вас. Господину Васильеву, 20 секунд. Ну, вопрос, наверное, будет очень жесткий и резкий. А зачем он вообще пришел к нам в область? Хорошо, договорились. Валерий Турула, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент Механического партнерства. Вы же помните, как он говорил? Я пришел здесь поднять и развивать... Навести элементарный порядок. Элементарный порядок. Нет, он сначала называл развивать нашу территорию, а потом через наведение элементарного порядка. Хорошо, договорились. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM.